Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые видео слушатели моего канала. Дело в том, что буквально несколько дней назад, 4 или 5 дней назад, я записал очередное видео. Вот оно сейчас на ваших экранах, это видео. Тут много-много нолей, я даже не знаю сколько их. В нем я говорю о паллиативной медицине, о хосписах и о неком явлении, которое не озвучивая как таковое. Вот это видео, собственно, много-много нулей, единица. И говорю о том, что в общем-то в своем сознании, в своих мыслях возвращаюсь к тому, о чем говорю в этом видео, ну, наверное, уже около 15-20 лет. Думаю об этом с какой-то периодичностью возникающих ситуаций в моей жизни, в жизни моих коллег, общества в целом, его политической, экономической ситуации, ситуации со здравоохранением, ситуациями с конкретными людьми, с которыми я так или иначе пересекаюсь в своей жизни. И, честно говоря, в почте меня достали. То есть, непонятно, как видео называется. Многие меня начинают критиковать, хотя я не озвучиваю то, о чем, собственно, говорю. Говорят, не понимаем, о чем ты тут еще говоришь, какой-то бред собачий несешь. Пишут мне письма, причем практически не отписываются люди под этим видео как таковым. Обратите внимание, 12,5 тысяч подписчиков, да, то есть пишут мне на электронную почту некоторые письма. 50 на 50 возмущенные, 50% некоторые письма. Хвалебные говорят о том, что да, это необходимо, это нужно, это нужно. Они поняли, о чем это видео, при том, что я еще раз повторюсь, как таковое слово я не произнес. Чему же я все это веду? О чем это видео? О закате Европы, о переживании горечи мира, там, или еще чем-то, еще чем-то. В общем, не называя вещи своими прямыми именами, а говоря об этом явлении, очень обтекаемо, скрыто, повторяюсь несколько раз о том, что я многократно возвращаюсь к этой теме, этим мыслям в своей голове, думаю о них постоянно, силу различных обстоятельств. Опять же повторюсь, как внешних, социальных, политических, экономических, так и непосредственно происходящих вокруг меня лично, еще раз повторюсь. Ну и сегодня, чтобы ответить на все возникающие вопросы, потому что, ну реально завалили почтовый ящик этими вопросами. Кто-то возмущается, кто понял, о чем это видео, кто-то негодует, возмущается, негодует, а кто-то говорит тихо, вы совершенно правы, но подумайте еще раз, тихо, то есть не надо об этом говорить, не надо думать, не надо возбуждать общество. Я тоже сомневался, вот прошло буквально 5 дней, 4 или 5 дней, видео записано 18 июля, вот, а сегодня 2 часа, как вот уже 24 июля, то есть фактически это сколько получается, 6 дней, да, 5-6 дней. Сегодня я хотел бы для самых непонятных и странных людей, которые негативно все это отмечают, некоторые меня поддерживают, из тех, кто понял, о чем я говорю и к чему подводил все эти дни своим предыдущим видео к этой мысли. Сегодня я открою этот секрет, значит, видео назову, наверное, так же, как тот под цифрой, чтобы не сразу было понятно, заинтриговать несколько людей. Но вот это видео о таком явлении, я опять его не озвучу, я открою лишь страницу Википедии, вот эта страница Википедии, которая раскрывает смысл вот того предыдущего видео, вот этого самого видео. Значит, здесь можно почитать, углубиться в тему, а можно не углубляться, если она вам неприятна и противна. Существует несколько видов этого явления, пассивное, активное и так далее. Почитайте, если это интересно и что-то зацепляет, что зацепляет, почитайте хотя бы страницу Википедии, отношение к этому Зигмунда Фрейда, ну, может быть, не совсем удачный пример. Здесь в этой статье приведен отношение к этому медицины в целом, свет клятва Гиппократа, который является позором современной медицины, клятва Гиппократа, позором и атеизмом и, в общем, и так далее. Тем не менее, вот на этой статье, по поводу этого явления, она приводится, ну, как бы упоминание о ней. Можно набрать в гугле, посмотреть еще, что пишут, посмотреть за аргументы, хотя бы даже вот просто на странице Википедии. Против аргументы, за аргументы, даже в таком примитивно упрощенном и уплощенном виде, выглядят серьезными, мощными и убийственными. Аргументы против какие-то слабые, какое-то влияние, прямо скажем, да, но полно сайтов, форумов, на которых это явление обсуждается более-менее, так или иначе, углубленно. Чем цивилизованнее страна, тем больше аргументов завней, тем активнее это явление входит в жизнь людей, применяется ими. Чем страна беднее, негативней, как Россия, в частности, еще раз повторюсь, с ее политической, прежде всего экономической ситуацией, ситуацией здравоохранения, общей отношением к свободе и правам личности каждого отдельного человека. Страна беднее, да, то есть менее продвинута, то есть плохо это все воспринимается в бедных странах, тем не менее, тут интересная статья в Википедии. Расширить эти знания и свое отношение, прояснить к этому можно на просторах интернета, на каких-то других сайтах. Можно, почитав соответствующую литературу, исследования ученых, отношение к ней, к этому великому и недоброму явлению, каких-то значимых людей, философов, ученых, исследователей. Можно почитать и узнать для себя, определиться в своем отношении к этому явлению. Таким образом, этим видео, вот об этом явлении, я отвечаю на вопросы от этого видео, в котором я раскрываю все аспекты. То есть, вот это видео первое, можно сказать, это видео продолжение того видео. Ответ на вопросы, которые мне задают, постоянно задают по электронной почте от людей, которым интересны мои видео, которые задаются вопросом, а что же это такое много, нуля, единицы, пустой лист формата А4, и какие-то слова, слова мудреные, непонятные. Ну, непонятно, значит, не тот уровень, учите алфавит, как говорится. Ну, вот, таким образом я хочу ответить на массу вопросов, которые мне задают. На этом все, благодарю вас за внимание. И дай вам Бог не столкнуться с этим явлением в вашей жизни.